Челябинск останется без маршрутной сети за один рубль. Компания, выигравшая конкурс на разработку проекта, заявила, что не сможет выполнить предъявленные требования. Приостановить заключение контракта на разработку проекта потребовала и антимонопольная служба. Причина – обращение участника тендера из Перми. Эту компанию отсеяли еще на первом этапе конкурса из-за ошибок в оформлении документации. И они заявляют, что сделано это было незаконно. Так ли это, Уфас будет решать 21 октября. Антимонопольный орган направил уведомление соответствующего заказчику, который является управлением транспорта администрации города Челябинска. Уведомление уполномоченному органу по проведению данного конкурса. Это управление муниципального заказа администрации города Челябинска. Кроме того, на свидании комиссии может присутствовать податель жалобы. Это агентство дорожной информации «Радар». На время разбирательства заключение контракта приостановлено, а само его подписание под угрозой срыва. Победители конкурса сегодня направили письмо в управление транспорта. Представители компании «Тизан» сообщили, что не могут выполнить условия договора. Например, предоставить залог в размере 510 тысяч рублей. И отказываются заключать контракт. А ведь они обещали создать маршрутную сеть всего за 1 рубль. Теперь компанию «Тизан» внесут в реестр недобросовестных поставщиков. А дальнейшая судьба контракта решится 21 сентября на заседании Уфас. Если антимонопольщики выявят нарушения, то конкурс могут провести заново. Но есть и второй сценарий развития событий. Если наши действия признаются законными, в них не признаются нарушения, в таком случае после 24 октября мы будем заключать контракт на создание маршрутной сети уже со вторым участником конкурса, который предложил стоимость 500 тысяч рублей. Напомню, в конкурсе на разработку новой маршрутной сети Челябинска участвовали три компании. Агентство дорожной информации «Радар» из Перми, строительная компания «Тизан», предложившая цену в 1 рубль, и Челябинский институт генерального плана и транспорта, который согласился выполнить работы за полмиллиона тысяч. Продолжение следует...